У вас такая красивая машина. Это Феррари? Нет, это Бенкли. Никогда не слышала. Меня Маша зовут. А потом она мне присылает. За три года было целых шесть судебных заседаний. Дело в том, что обычный парень, работающий на стройке, ночью на кухне, писал тексты к своим песням. И одну из этих песен украл популярный российский фильм. Сценарий к фильму написали Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Роман отсудил у них 500 тысяч рублей. Деньги деньгами, но я убираю жизнь. А вообще я всегда думал, что эту песню поет Андрей Губин. Прям вообще его стиль. А до такой уверенности в себе подавать судебные иски против кинокомпаний, этот паренек работал охранником на рынке. Роман появился на свет в рабочей таганрозской семье. Папа был токарем на заводе, а мама водителем такси. В то время было модным обмениваться квартирами. Вот мама Романа и искала лучшие жизни в разных городах. В детстве Рома с родителями и двумя братьями жил в Донецке, Горловке. Но задержался в Мариуполе. Причем его дом находился напротив моего дома. Я в Мариуполе прожил 7 лет. Рома окончил мариупольскую школу, 9 классов. Поступил в строительное ПТУ Мариуполя. До 15 лет Рома-зверь особо не интересовался музыкой. И вот, будучи студентом ПТУ, услышал доносящиеся звуки гитар, барабанов из актового зала этого ПТУ. Заглянул краем глаза, чтобы не ругали. Увидел, как такие же студенты, как и он, играли... Непонятно, кто как. Как-то не в попад. И так, по вторникам и четвергам, уже набравшись смелости, заходил, садился вдали и наблюдал. Эти музыканты заметили их постоянного гостя. Попросили как-то помочь передвинуть барабаны. Разговорились. Ну и как вы поняли, так понемногу Рому взяли в коллектив. Научился играть на гитаре и вскоре становится вокалистом этой группы. Но перспектив в Мариуполе точно не было. Уж мне поверьте. В этом городе развиваться дальше и быть еще кем-то у меня не получится. Мама поняла это тоже. Хватит искать лучшую жизнь. Ведь, по сути, все города одинаковы. И решила вернуться в родной Таганрог, ближе к родителям. 21-летний брат Романа, Эдуард, решил остаться в Мариуполе. Ведь тут живет его девушка. И с 1989 года, вплоть до сегодняшнего дня, Эдуард живет в Мариуполе и воспитывает уже внуков. А Роман в 16-летнем возрасте вместе с мамой и младшим братом вернулся в родной Таганрог. Но почему Роман выбрал именно строительное ПТУ? Неужели он был таким глупым? Ведь если строитель, нам кажется, это вообще какое-то дно, да? Но на большее денег у родителей не хватало. Дело в том, что денег особо-то и не было вообще. А строительная профессия, это всегда востребованная рабочая. Да и конкурса большого не было на поступление. Вот так сразу после окончания ПТУ Роман и пошел подрабатывать. Парню уже 20 лет. И он вспоминает, как он тогда играл на гитаре, на барабанах, как он пел. И в Таганроге у друга на чердаке оборудовали студию. Накопили денег на гитары, на барабаны. На барабаны не хватило денег. Вы просили у родителей кастрюли, сковородки, которые служили вместо барабанов. Нацепили на стену плакат страны, которой больше нет. И играли Цоя, машину времени и там других. Шло время. Парню уже 23 года. Семьи нет, работы нормальной, были менее оплачиваемой. Тоже нет. Даже девушки нет. Его лучший друг от неразделенной любви повесился. Оставив записку, я всех ненавижу. Роман, прости, что подвел. Это была точка. Биллока такой расклад не устраивал. Он не хотел жить, как его родители, в постоянном отчаянном поиске заработать сотню рублей. Но в то же время понимал, что и до звезды с неба он никогда не дотянется. Смотрит в зеркало, а он уже стал местным, таганрогским пацаном. В то время, кроме вот драк район на район, водки и героина, практически ничего не было. Все попробовал? В городе. Нет, я не пробовал. Нет, водку я, конечно, пробовал. Решает бежать. Убежать в Москву. Причем понимая, что в таком мегаполисе сложно будет не то, что раскрутиться, а просто выжить. Сколько уже его друзей вернулись с Москвы обратно в таганрог, не получилось. Обокрали, обманули. Не смогли найти работу. Все же рискнул. Переехал в Москву. И в столице то и началась бурная жизнь. А именно, работал штукатурщиком на стройке. При этом он не оставлял занятие музыкой и писал собственные песни. Тексты к песням писал обычный парень с народа. Может быть, поэтому его и полюбили. Песни его слушали друзья, знакомые. И так медленно расходились по квартирам. Однажды, в 2001 году, одну из песен услышал Александр Войтинский, сооснователь группы «Тату». Заметил и загорелся встретиться с автором. Встретились, записали пробную первую песню. И сразу же Войтинский понял, что перед ним какой-то, ну, дебил что ли. Ну, он дерганый этот пацан. Все ему не так. Он хотел, чтобы вот тут ударное потише сделать. А Войтинский тут вообще чуть ли не лишний чувак. Вообще, давай куда-то иди в другую комнату. Я сам знаю все, как надо делать. Вот так Романа и прозвали «Зверь». А впоследствии группа «Звери». И вдруг, все так как-то быстро, Роман перестал ходить в продуктовый магазин за хлебом. Он не понимал, почему его слушают. Стадионы прыгают под его тексты песен, которые он писал после смены на стройке на кухне под чашку чая. У Романа не было цели стать известным певцом, там, музыкантом. Просто писал тексты к своим песням и все. А ему сказали, пошли запишем песню. Ну, записали. А люди такие, вау, ты крутой. Да не, я не крутой. Они все равно, 30 тысяч человек пришли послушать, что я им спою. Что я там насочинял на кухне. Люди кричат, что любят его. Хотят коснуться хотя бы. И он не понимал, с чего вдруг такое отношение. Прям любовь, типа, всеобщая или как это назвать. Он еще тогда понял, если он так все же резко взлетел, то так же резко и упадет. И был готов к этому падению еще в самом начале своего пика популярности. И вот уже обычному парню, приехавшему из Таганрога, вручают в 2005 году какую-то награду. Как лучшему музыканту. Прорыв года. Клипы то и дело крутят по MTV, Муз-ТВ. Звери становятся лучшей рок-группой 2004 года. Затем лучшей рок-группой 2005 года. 2006, 2007, 2008, 2009 начинаются туры по городам России. Два года они давали концерты в каждом крупном городе России. Начали выезжать в Украину, Беларусь, Германию, США. Так что, это оно, наверное, есть, думал Роман. Это успех? Я смог дотянуться до звезды? Смог выйти в люди? Это оно, да? Никому не нужный человек приезжает в Москву, становится известным. Голливудская история. Сказка. Сказка? Сказка. Он до сих пор не верил, что всё, что происходит, происходит с ним. И он ждал. Эта популярность вот-вот должна, обязана закончиться. Наркотики. Нет, наркотики Роман не принимал, но продавал. Но тут такая история. Ещё живя в Таганроге, лет 18 ему тогда было. Он тогда подрабатывал сторожем на вещевом рынке. Подходит к нему хозяин рынка, ставит коробку с растворителем и говорит. И в мои обязанности, просто мне начальник мой говорит, вот тебе ящик растворителя. Ночью будут приходить ребятки, будут давать тебе десятку. Ты берёшь эту десяточку молча и даёшь бутылку растворителя. Всё понял. Так я продавал растворитель. Вот так вот Зверевый продавал в ночной смене растворитель. А парниши потом варили и распространяли. Прошло пять лет с момента основания группы Звери. Роман уже успел купить квартиру, дом, машины. Он уже другой. Он уже осознал, что он богатый. Он помогает родителям, брату деньгами. Но всегда боится, чтобы его не занесло, не стать наркоманом. Как говорит сам певец, вы даже не представляете, как можно быстро сойти на иглу. Сколько наркоманов вы смотрите со своих телевизоров. Вот почти все. Ну тупо все. Бухают или нюхают. Причины находят всякие. Вот мол, моя работа не дала мне создать семью. Я уже не такой красивый, как в молодости. Я бывает захожу в гости, вы знаете его, вы слушаете его песни. Ну, в общем, кухня. Сидим, общаемся, он мне. Может дорожку? Давай раскатим. Давай, что ты ссышь. И знаете, как легко попробовать. Просто так, за компанией, по приколу. А потом ты уже наркоман, рассказывает Роман. Он всегда умел притормаживать. Как только группа взлетела вверх, деньги начали приходить такими пачками, что только острова покупай. А зачем ему столько... Он всегда говорил, что мне много денег не надо. Я просто отменял последующие концерты, когда понимал, что меня начало заносить. И мы с семьей ехали в лес с палатками ночевать. Жарили шашлыки. Поехали в гости сначала к моим родителям, потом к родителям жены. Я просто не отвечал на телефон и все. Говорит, вот Рома со мной не здороваться. Я не то, что... А что я должен здороваться с тобой? Не от того, что я высокомерный. Потому что подходить... Здравствуйте, я... Ну, да. Ну, а что ты не подойдешь ко мне, не поздорожишься? Роман написал две автобиографические книги, в которые каждый может найти что-то полезное для себя, чтобы другие звезды следовали его примеру. И такие же обычные ребята, как и он сам, представляли, каково это бывшему сторожу рынка стать миллионером. Ведь в 2007 году журнал Forbes поставил Романа Зверина первое место, как самую богатую российскую звезду шоу-бизнеса. Я стеснительный человек и не люблю торговать лицом. Мне лучше спрятаться, куда-то закрыться. Пошла нахрен судьба. А сейчас ваше мнение о романе изменится. А думать, судьба есть ли она или нет? Да какая мне разница, есть ли она или нет? Смысл, от этого что-то меняется, есть судьба или нет? Что я по-другому стану жить как-то? Нет. Работать по-другому нет, любить по-другому нет. Пошла нахрен судьба. Если вы правильно поняли, Роман послал судьбу, а не девушку. Так что он нормальный пацан все-таки. В 2008 году на одном из концертов, отыграв всего 10 минут, показал зрителям два фака. И демонстративно ушел со сцены. Гитарист группы разбил гитару, после чего все участники зверей скрылись за кулисами. Это забастовка артистов. Ведь они просились петь вживую, а не под фонограмму. На что организаторы концерта сказали, «Это вам не Америка, тут все под фанеру поют, давай, суку, рот закрыл и пошел петь». Как видим, у Романа было другое мнение. Он чисто из принципа показал факи не зрителям, а организаторам концерта прямо в камеру. Тогда о нем вспомнили даже те, кто забыл. И следующий концерт собрал вдвое больше зрителей. Такой он шоу-бизнес. Он любит фотографировать. Представил свои работы в 2016 году на одной из выставок. Это работы за 6 лет гастролей по миру. Но так как на снимках нет ни лица Романа, ни самой группы, фото почти никому не понравилось. Поэтому свои последующие фотографии Роман хранит исключительно дома. И не показывает абсолютно никому, чисто из принципа. Зверь – примерный муж. С 2004 года живет душа в душу с любимой девушкой. В браке родилось две доченьки. Но свою личную жизнь не афишируют. Почти никто не знает, где живет семья музыканта и чем они все занимаются. Просто знают, что они часто выезжают в лес с палатками. Немножечко расскажу о жене. В тот день Мариной управляла словно неведомая сила. Она всегда себя считала скромной девушкой. Родилась в Петербурге в интеллигентной семье. Очень милая и красивая. Благодаря внешним данным работала моделью. Параллельно строила политическую карьеру. Абсолютно не слушала никакую ни музыку. Не интересовалась музыкантами и всякими там звездами. Однажды на кухне по телевизору увидела парня. Я сказала сразу, я вот сказала, мама, это мой парень, я еду на концерт в Москву, мне надо, я хочу, все. Это то, что мне надо. Я не могу ничего с собой поделать, я не могла просто остановиться. Марине даже не пришлось ехать в Москву. Роман с группой как раз в это время приехал с концертом в Питер. Ну а дальше свадьба и двое детишек. Сегодня группу Звери почти забыли. Да, он выступает, как и все 20 лет своей карьеры, путешествует по России и всему миру с гастролями, возвращая нас во времена без проблем. Времена кассет, школьные годы. Но той бешеной популярности, как в начале, у группы уже никогда не будет. И Роман рад этому. Он всегда был готов опуститься на землю. Денег хватает, можете не переживать. Даже по самым скромным подсчетам он накопил... ...миллионов рублей. И продолжает зарабатывать, играя концерты по всему миру. Но больше времени он уделяет семье, дочкам и жене. Они объездили множество стран. Его родители на пенсии не работают и также путешествуют по миру. Наверное, так и надо дотягиваться до звезды, коснуться ее, а не жадно ухватившись держаться за звезду всеми возможными способами. Наверное, такими и должны быть знаменитости, у которых есть предел. Умеют остановиться и жить, не бежать, а жить со своей семьей. И в конце не жалеть, что не успел. Сегодня нам в голову вбили, что надо восхищаться образами героев. Из Marvel, фильмов там других и так далее. Но в жизни эти люди часто делают много нехороших поступков. Я решил вот недавно рассказать об одном таком человеке. Пытался донести, что не надо восхищаться человеком, которого вы не знаете. Ладно уж, любите его образ в кино, его мотивации. Но людям до такой степени вбили в голову, что он чуть ли не святой. И все, что будет сказано в его адрес по факту, негативное. Они все равно также будут продолжать восхищаться им. Экранный образ для них куда важнее, чем факты. В этом ролике я рассказывал о человеке, который смог своим талантом, своими силами стать известным. Научиться зарабатывать деньги, но при этом остался человеком. Живет душа в душу с женой, воспитывает детей, помогает родителям. Но у него нет образа спасителя мира, его знает только как... А, это тот, который поет песенки? Угу, точно. И все. На этом все закончилось. Когда вы вырастите, у вас будет семья. И куда важнее будет брать пример с этого таганросского паренька, который смог. Чтобы вы тоже смогли. Чтобы у вас тоже была жена и дети. И вы тоже с палатками выезжали в лес. Вот он настоящий пример для подражания, а не вымышленный образ. Хотя ладно, наверное, я зря пытаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто-то вообще до конца смотрит. Сцена, она же преображает человека. И когда артист выходит на сцену, это не совсем он выходит. А выходит именно артист. Может быть, кальтер-эго выходит на сцену, скорее всего. И так же, когда ты уходишь со сцены, ты опять становишься обычным человеком. Но это два разных человека. Человек на сцене и человек вне сцены. 古инка по сцене и человек вне сцены. Сцена, мы томARD кто-то вне сцены. Продолжение следует...